Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Сергей Немчинский, я программист с большим стажем, в том числе в основном на Java. Я руковожу учебными курсами FoxMinded, ссылочка на наши учебные курсы там под видео. А сегодня мы разбираем с вами очень часто задающийся мне новичковый вопрос, нужно ли учить UI-ные фреймворки Java. Java Swing, SVG, JavaFX. Ну вот давайте этот вопрос и обсудим, потому что, ну, серьезно, меня уже немножко этими вопросами достали. Поехали! Сразу скажу дисклеймер. Честно говоря, тут можно вообще думать над тем, нужно это или не нужно, но давайте исходить в первую очередь из, скажем, потребностей рынка. Я надеюсь, что вы Java занимаетесь не для собственного удовольствия, потому что если вы занимаетесь и для собственного удовольствия, у вас есть собственный доход, и Java для вас развлекуха, тогда учите, что вы хотите, как вы хотите. Любой фреймворк, любое направление, все ваше, без проблем, я только буду за вас рад, но нормально, окей, развлекайтесь, каждый развлекается, как он хочет. Если человек, я не знаю, там, собирает корабли в бутылке, мы будем ему говорить, что это невостребованный рынок, мы перестанем это делать. Серьезно ли? Ну, человеку нравится. Норм. Поэтому, если вам нравится Java SFX или вы продолжаете писать приложение на Java Swing, окей, пишите дальше. Я же говорю именно о потребностях рынка для тех людей, которые, собственно говоря, рассматривают вопрос об трудоустройстве как Java-разработчик. Понадобится ли им знание Swing, SVG или JavaFX на работе? С вероятностью, очень близко к единице, можно сказать, прям стремящихся к единице, нет. Никогда. Фактически, мне за 20 лет моего стажа, из которых там 15-16 я провел на Java, понадобилось знание Swing один раз, это было на начале 2000-х годов, и знание, причем на тот момент я тоже это все нифига не помнил, я погуглил это за час, мне этих знаний вполне хватило. Отсюда мораль. Не занимайтесь изучением того, что вам не понадобится. Серьезно. Я в прошлом видео уже рассказывал, как делается веб-приложение, ну, как делается юзерский интерфейс на Java, сейчас все, в текущий момент это практически гарантированно, это фронтендовское приложение, которое крутится у пользователя в браузере, а вы пишете только веб-сервисы. Что такое веб-сервисы, как я и обещал, уже расскажу в отдельном видео. Вот. Вы же просто пишете джавовский код. Поэтому никакого пользовательского интерфейса у него нет. Но! Это не значит, что так будет всегда, и что так было всегда, и что вам никогда в жизни это не понадобится. Поэтому какое-то минимальное понимание, что такое Swing, SVG и JavaFX, я вам все дам, расскажу просто, ну, скажем, с исторической точки зрения. Люблю рассказывать о Тадаме и Еве, знаю все. Так вот. Изначально Java, как язык, создавался, естественно, со своей гуевой библиотекой. Потому что на тот момент было вообще непонятно, как Java будет использоваться. В принципе, то, что внезапно единственным интерфейсом Java будет сервлеты, которые появились, мягко говоря, не в первой версии. Вот. Это было неожиданно. Все думают, что на Java будут писать приложения. Такие же приложения, как вот там Подвиндук, Подумайкос и так далее, на которых, и причем основным достоинством Java на тот момент предполагалось именно кросс-платформенность. Вы написали один раз приложение, и такие, блин, запускаете его на любой операционной системе. Вау! И там все хорошо и круто. Ну, как я уже рассказывал в отдельном видео, почему Java для десктопа это плохая идея, оказывается, что универсальная платформа, которая одинаково хорошо работает на всех других операционных системах, это означает, что она на них всех одинаково плохо работает. Потому что никаких красот каждой конкретной операционной системы вы не можете использовать. Вы можете использовать только то, что есть на всех. А это безлико, скучно и неинтересно. Фактически. Да, конечно, было придумано много обходных путей, дополнительных хичек, ля-ля-ля, вот это все, но рынок был проигран, откровенно, тем языкам, которые позволяли писать платформозависимые приложения. Потому что платформозависимые приложения красивее просто банально, да, и может использовать красоты конкретной операционной системы. Вот. И Java ушла в Web, и в Web она и осталась, и сейчас, собственно говоря, практически кроме Web ничего нет. А Swing на тот момент там было еще в AVG, да, то есть изначально она создавалась платформой с библиотекой AVG, которая выяснила, что она кривая и плохая, были AWG. Я даже забыл. Advanced Window Graphics. Как-то так. Вот. Пришел на смену более толковый и более продуманный концепт Swing, да, он оказался хороший и, в принципе, на нем все нормально работает. Например, на Swing написано «Любимая всем народом Intelligia Idea», она хороша, она прекрасна, она написана на Swing, и вы можете на нее любоваться, она хороша. Ну, по крайней мере, была раньше написана. Значит, может, ее уже на JavaFX переписали, я не в контексте, извините, просто не интересовался. Вот. Но был ощутимый недостаток у Swing в том, что он был немножко тяжеловат с точки зрения именно графических элементов. Молодцы ребята из JetBrains, которые сумели все-таки ее укротить и сделать достаточно быстро. Молодцы, все хорошо и здорово. У других программистов не получалось, и они пошли другим путем. Например, программисты из Eclipse Foundation, они пошли другим путем и придумали свою собственную библиотеку, которую назвали SVG, видимо, для того, чтобы похоже было на Swing, которая была очень похожа по функционалу на Swing, но вместо того, чтобы там был, как в Swingе, чисто джавовский код, там SVG это маленькая тонечка прослойка над нативным кодом. В Java есть так называемый Java Native Interface, JNI, который позволяет из Java запускать на C++ код, на Assemblade, на чем угодно. Да, вот, собственно говоря, SVG была сделана именно так. То есть это тоненькая прослойка джавовского кода, снизу которой находятся настоящие C++, то есть те классы, которые, в общем-то, тот код, который выполнялся прямо на нативном железе. Соответственно, требовал, чтобы вы имели разные версии для разных операционных систем. Для Windows, для MacOS, для Linux, там разные версии. Ну, норма, в принципе, работает. Вы можете сравнить идею и Eclipse. Я понимаю, что у идеи более качественный UX, то есть они лучше проработаны, посимпатичнее. Но, в принципе, если выкинуть это за скобки, оставить только, собственно говоря, самого как приложение, то они, в принципе, идентичны практически. Поэтому, в общем-то, Swing и SVG, в общем-то, плюс-минус одинаковы по использованию на сегодняшний момент. Но, как ни странно, несмотря на то, что Java практически полностью ушла в веб, оказалось, что мало какие приложения пишутся под пользовательские операционные системы, оказалось, что все-таки в какие-то моменты это нужно. Ну, и следующим шагом стала JavaFX. Я, честно говоря, ее даже не изучал, потому что у меня не было последние 10 лет, 15 лет потребности рисовать хоть какие-то вообще UI-ные компоненты. Но я понимаю, что во многих случаях это все-таки надо. Вот JavaFX на сегодняшний момент существенно более продвинутый, чем Swing и SVG, по слухам. Ну, я же говорю, я сам ее не пробовал, это ничего не могу сказать. Если вам вдруг понадобится для чего-то писать приложение, которое действительно должно быть полностью кроссплатформенное, я бы на сегодняшний момент, конечно же, смотрел на JavaFX. Но, с другой стороны, я это по рекомендациям лучших собаководов, а одни из моих слов, потому что я, честно, с ним не работал. Наверное, он хороший. Может быть. Может. Я не знаю. Вот. В принципе, это все, наверное, что я хотел сказать про Java, работающий на конкретных операционных системах. Мне тут приводили пример, в каких случаях вам может понадобиться писать приложение, которое действительно будет запускаться на конкретной операционной системе. Это в том случае, если вам действительно нужно... Вы, например, работаете в госконторе, и вам, например, по законодательству обязаны вы сделать такое приложение, которое работает на любой операционной системе. Да, там, например, какой-то налоговый адаптер, еще что-то такое. Мало ли, что их какая-то ересь. Java для этого подходит, конечно же, идеально, потому что она будет запускаться везде. А, например, по каким-то ограничениям вы не можете сделать это с веб-интерфейсом. Ну, бывают всякие ситуации. Я пока, правда, с трудом могу себе их представить, но если они такие есть, ну, ок, у меня для вас плохие новости. Вам придется делать UI на Java, и это будет больно и тяжело. Ну, как минимум, это не будет красиво. Честное слово. Ой, господи, как мне скучно было это делать. Я вам сочувствую. Ладно, короче, в принципе, это все, что я хотел сказать по этой теме, поэтому давайте заканчивать. Я люблю вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, ссылочки на наши курсы там внизу. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok